всем привет уважаемые зрители с вами константин и сегодня у нас на повестке дня продолжение серии выживания в арма 3 мод эксайл в этой серии мы с вами поговорим ребята о строительстве но строительство здесь не такое простое и узкое как допустим в эпатча да немножко более расширенное имеет несколько видов материалов если вы по че я помню еще было дерево и металл только то здесь еще есть и бетон вот и говорить обо всем этом мы будем отдельно в разных видео сегодня поговорим вообще об общих стандартах об общем виде строительства и а древесных постройках из дерева чтобы все это видео в кучу не сбивать отдельно сделаем по дереву и общем вообще строительстве что относится ко всем стенкам как строить короче и потом отдельно будет по металлу и отдельно будет по бетону здесь есть свои специфические такие моменты маленькие которые лучше наговорю обговорить отдельно вот напоминаю идет набор в клан кто хочет играть со мной на карте то новая прекрасная карта нужно купить игру в стиме арму 3 в стиме купить и купить дополнение apix если у вас она уже все есть это хорошо если нету и хотите играть то нужно купить apix вам позволяет играть на карте то новое какой сервер и так далее все это потом если у вас появится желание для того чтобы связаться со мной переходим по ссылочке в описании под этим видео в мой дискорд и там пишите мне в личку константину можно мне написать вот ну или хотя бы во флут ну как-нибудь так чтобы связаться со мной возраст желательно постарше 20 25 плюс семейные в общем игра серьезная симулятор и тут не аркадный экшен понимаете что лучше играть аккуратно и ответственно поэтому придерживаюсь более взрослых людей вот ну что давайте начнем наше видео да про набор в клан я сказал живу я на холме давайте про общее понятие вообще сразу почему и где строит лучше базу играя в арма 3 особенно на мой на карте то но и да и вообще даже на altis и суть в том что на карте очень много миссии а сама карта то новое это джунгли скалы острова обзор для обстрела миссии чаще всего хреновый вот поэтому игроки стараются строить в примерном расположении миссии в примере в пределах километра или полутора как дальнобойные винтовки бьют таки и строят от места спавна миссии миссии расправниться по-разному но примерно в одной в одних и тех же местах просто рандомно где то есть где то нету я здесь свою башню начал возводить с вертолетной площадкой наверху вертолетной да потому что вот на этой полянке вот мой остров тут холм посередине я на этом холме начал строить башню вот здесь страсть часто спавнится миссии и вот здесь это две позиции которые очень хорошо осматриваются и обстреливаются с моей башни и плюс подход ко мне земли если нет водолазного снаряжения переплывать и заколупайтесь а перейти в брод только вот с фронтальной части тут очень мелко можно перейти в брод естественно это место можно контролировать каких-то ловушек наставить мин если идет какой-то рейд или война ну и вообще вы как бы понимаете что все быстрее враг на технике пойдет со стороны брода на вертолете к вам будет подлететь невозможно если будет война фактически связи не так на ставить до наверху если есть люди то вообще обычно все стараются рейдить преимущественно количеством людей если 12 игрока и против них там 8 10 или же когда никого нет чаще всего когда игрок в оффлайне про рейды будет отдельные разговоры будет отдельно все показываться рассказываться с ноутбуками как все это вскрывается там сканеры есть как по взлому короче тут еще очень такая громоздкая тема сегодня поговорим пока частично о строительстве разобью эту тему на три части как строить да ну давайте сначала для того чтобы нам начать строить из дерева нам нужна самая простая вещь workbench как там крафтить так то есть формить дерево вам нужен топор вообще просто топор чтобы на оформить дерево если рядом стоит ваша техника в пределах вашей базы то древесина сразу будет падать в вашу технику я отойду подальше от своей базы чтобы дерево упало на землю чтобы показать вам как она все выглядит где-нибудь вот здесь от радиуса своей базы чтобы мою машину не видел там наверху вертолет стоит хотя здесь он тоже подводная лодка давайте вот ударим по этому дереву вот сейчас кстати очень важный момент произошел маленький баг когда вы играете в арму 3 есть маленькие баги скоту которым нужно привыкнуть понять и простить потому что это арма все равно другой игры с такими возможностями как бы практически нет вот я нажимаю на левую кнопку мыши хочу ударить по дереву но мой топор не бьет это маленький баг все что нужно сделать в этой ситуации просто вынести топор из слота до положить его куда-нибудь неважно в бронежилет или в рюкзак и потом обратно поставить на слот троечку нажимаете это вспомогательный слот и он опять у вас в руках нажимаем левую кнопку мыши и бьем посмотрите слева выскакивают сообщение о том что дерево падает возле меня вот она прям под меня падает иногда бывает ситуацию что дерево падает где-то в стороне где-нибудь вот здесь или вон там далеко от дерева но это бывает такое это не страшно вот так вот вы нарубаете все это дело сейчас немножко подрубим каждый удар дровина и сообщение слева выскакивает вот я набил колесико прокрутили через снаряжение смотрим 17 бревен да давайте сколько влезет столько возьмем на правую кнопку мыши можно take all нажать если никакого другого лута нет который может помешать нужно же ты к вам забьет ваши рюкзаки бронежилет желательно использовать рюкзак самый большой который есть в игре мой средний чтобы было удобней строить вот в этом плане теперь самое важное есть у меня дровина но нам для строительства еще нужно воркбенч нажимаем шестерочку это наш планшет через который происходит очень много действий тут даже рейдить с помощью планшета надо потому что после минирования стен нажать нужно на кнопочку бум и происходит взрыв то есть делать это надо именно через планшет но это другая тема нас сейчас интересует инфо апс аппс крафтинг гайд здесь весь крафт фактически на любые темы на взрывчатку на металлические изделия на бетонные на генераторы светильники костры там до видеокамеры металлические заборы лестницы все здесь есть нажимаете допустим нам нужен workbench вот мы зашли в конструкции деревянные и если я не знаю что мне для этого нужно я смотрю крафт workbench вот он для него всего лишь нужно 4 для дровины поэтому я могу могу прямо здесь нажать крафт скрафтить да но у меня он есть его крафтить не буду здесь количество выбирается чего обычно доски когда крафтить из дровин указывайте большое количество вот хорошо с этим разобрались workbench у нас есть дрова падают под ноги вот тут у меня готовые стены для примеров я сейчас буду все это показывать как строить или для чего и что если мне нужен какой-то изделие из дров мне нужно сначала доски но доски все остальное что крафтится это же возле workbench поэтому сейчас мы идем топор можно убрать вам показал как рубить объяснил ситуацию с маленьким багом которую иногда мешает до зайдем на нашу базу кстати это не мое личное ну как бы же мнение так устроить башни да и наверху вертолетной площадке там с наклонными стенами делать это так все делают если полетать по этому серверу все стараются занять какое-то возвышение есть малоопытные игроки которые пытаются заныкаться дата в джунглях какие-то хибарки строят сами подумайте без вертолетов здесь играть не всегда удобно вертолеты решают они помогают вам богатеть быстрее и быстрее доставлять грузы перемещаться друг друга выручать он даже ситуация видите база деревянная но в самой точке высокой наверное на этом острове наверху и наверху площадка вертолетные таких баз куча по серверу все стараются занять высоту для обстрела обзора и обстрела миссии и друг друга конечно же заходим в общем вовнутрь для так онлок все ворота закрываем нам пока снаружи завод нужно тут бывает приходит ребятки и вытворяют говно пока я занимаюсь строительством крысят вот наш workbench я его поставил давайте его еще раз уберу как убрать предмет любой стенку или любой другой крутите колесико на нем remove из соглашаетесь он падает вам прям под ноги можно и нажать английскую можно через колесико инвентарь вызвать вот он workbench я сейчас не могу взять в руки то что у меня забито все лутом давайте чем эти выбросим допустим вот это выбросим я его взял в руки далее чтобы не было поставить его построить обратно двойным щелчком левой кнопки мыши на него кликаем констракт это так все предметы делаются он появляется передо мной если передо мной перед вами что-то не появилось значит перед вами какой-то объект который просто загораживает обычно он на определенном расстоянии от вас появляется клавишами page down опускаем play page up page down до home и end отдаляет и предлежит приближает объект также это можно делать просто движение персонажа в любые стороны как вам удобно вот вращение по оси горизонтальной q и е как вам удобно можете повернуть особенно когда сейфы ставите бывает нужно довернуть нужное вам в сторону и поставить его аккуратненько зажав левую кнопку control используя те же кнопки page up page down home and или е и кю вращение и любое движение связанное с этой кнопкой через левый control уменьшает шаг то есть если вам немножечко нужно опустить они дофига вот как этот зажимаем control и шаг намного уменьшается более точные движения когда вы определили положение своего объекта который вы ставите просто нажимаете пробел происходит установка но это касается тех предметов которые не не связаны между собой прилипанием вот как вот у нас будут строиться стены это уже немножко другая ситуация сейчас буду объяснять мы разобрались workbench им теперь ребята нас интересует крафт стенки досок да когда у нас есть workbench для того чтобы скрафтить уже доски нам нужно вот такая пила hands of обязательно вот ее сюда отдельно вынес показал вам это пила без него не сможете вообще крафтить вот воз находясь возле workbench в определенном радиусе примерно в радиусе 5 6 метров дальше не отходите ну может быть до 8 все будет работать если отойдете дальше вам будет выбивать сообщение поэтому вот и пусть допустим дровина я двойным учетку щелчком найти дровины нажал рецепты workbench у меня есть теперь все для того чтобы крафтить остальное нужны доски двойным щелчком по доскам выбираем количество на то количество древесины что у меня есть в инвентаре и могу сделать две доски нажимаем крафт вот и теперь когда уже есть доски мы опять двойным щелчком нажимаем нажимаем рецепты и посмотрите все что связано с досками появляется ящики все виды построек стены потолки там лазы все это да допустим у меня уже все тут скрафчено тут уже понятно да выбирайте что вам надо если бы ресурсы хватало то мы бы это скрафтили у меня уже есть скрафченные стены вот тут пишут что вот планк типа доски нужно 6 и рядом workbench workbench found найден зелененьким досок не хватает допустим вот эту фигню скрафтить но нам это не нужно у меня уже все есть скрафченное для того чтобы показать вот так с этим разобрались теперь сам само строительство непосредственно да вообще если вы занимаетесь вот таким строительством и крафтом заранее обзаведитесь пока у вас нет забора не так сразу скажу с забора начнем забор это основополагающие если на вашем сервере сервере много людей как бы даже если немного выбрали такое место что вас хорошо видно на высоте лучше для любого строительства сначала обнесите то место которое вы строите забором по-любому и только потом начинаете уже внутри что-то делать чтобы к вам не подошли крысы и вас не убили как меня здесь убивали много раз кстати по поводу строительства знания стоит сказать и про флаг я уже прав в прошлых видео про него про него говорил ну стоит для того чтобы занять какую-то территорию для строительства вам нужно купить флаг на любом трейде в этот флаг покупайте типа территории вы купать за 5000 первый уровень второй уровень если вам нужно больше объектов поставить 10000 и потом обгреживаете да когда поставили флаг потом покупайте третий уровень чем больше уровень базы тем больше объектов вы можете ставить на ней для строительства и тем больше машины виртуальный гараж у вас влезает вот для того чтобы убрать флаг нажимайте об одном территории и подтверждаете при этом флаг и пропадет вы его поднимите и можете занести в другое место но при этом но ваши все постройки будут стоять до рестарта после рестарта все исчезнет и разобрать вы их не сможете поэтому если вы хотите перенести свою базу в другое место имейте в виду после того как вы снять снимите полностью флаг нажмете абадон до уровень базы спадет на единицу если у вас была база 10 уровня вы кучу денег у нее вложили она будет первого уровня вы просто напросто вернете флаг первого уровня который стоит 5000 и все ваши постройки если вы их не разобрали до тех пор пока стоял флаг исчезнут после рестарта и разобрать вы их без флага не сможете не просто будут стоять вы будете ими пользоваться двери открывать но разобрать не сможете поэтому имейте ввиду если вы затеяли серьезное строительство для базы тщательно выбирайте место где вы будете это делать потому что потом после того как вы сильно разовьете и расстроить и переносить все объекты несмотря на то что они легко разбираются складываются на инвентарь и машину и куда-то перевозится это все равно будет большой гемор для вас авто снимите флаг то база сразу обнулится вот у меня сейчас база 3 уровня что нужно еще знать про флаг сейчас от строительства отошли потому что флаг это важная тема я нажимаю шестерочку нажимают территории через планшет здесь указано название моего клана как бы базы silent zone до тихая зона уровень база 3 и самая важная информация вот здесь радиус 45 метров и дальше партс части 84 части из 90 то есть еще на 6 объектов у меня на территории есть место если мне не будет хватать я пойду поеду на трейд и куплю себе еще допустим 4 и может сразу 5 уровень базы и количество вот этих объектов частей увеличится я смогу базу делать больше и расширять ее пока что мне это не надо моя основная задача сейчас увеличить вертолетную площадку на мне небольшая сейчас поднимемся потом посмотрим с флагом разобрались до имейте ввиду теперь дальше лог закроем когда вы крафтите если у вас есть забор это хорошо а если у вас еще и есть броня какая-нибудь допустим вот этот ребятенок тут несколько вели в бронированной техники они вам помогают безопасно заниматься этим делом конечно если с ксвк или всем 107 вам не бомбануть стекло могут пробить и убить но это опять же если вы 2 во дворе этим делом занимаетесь то запоминайте все помыть пароль на мой броневичок 1987 да все запомнили после после видео все равно поменяю залез я вовнутрь да потому что не поменяю подъедем ближе к workbench заглушим чтобы не привлекать внимание находясь вот так машине я все равно близко к workbench у если вы рубите лес он весь автоматически падает в ваш в вашу технику который стоит рядом то есть я полный финик финик да он называется забью тут будет более 150 кусков дров не кусков а дровин и не надо их тягать в рюкзаке потом я просто сюда заложу перелаживаю из финика то количество дров которые мне влазит в мой инвентарь по максимуму и уже начиная не вылазя из машины крафтить стены и все что мне нужно потолки при этом находясь в безопасности это такие вот советы потому что ребята реально мочили меня по страшному так когда я строился подсосали место и все мешали пока не обнесся забором не стал использовать бронированную технику потому что было такое что сидел возле workbench у себя за забором крафтил мне тупо забросили во двор гранату потому что подсосники знают что я пытаюсь построиться но когда я уже залез в финик уже как бы граната и вы так просто меня не возьмете даже колеса мне не подорвете вот вот и все это такой маленький совет заниматься все и всем этим делом из техники возле workbench если вы рубите лес так закроем пусть мы малыш стоит вот в игре много всяких нюансов которые я буду рассказывать по ходу движения в разных своих видео очень много так разобрались теперь непосредственно со своим строительством давайте выйдем куда-нибудь во двор там я быстренько покажу саму суть установки закрываем достаем любой объект стена так здесь кто-то рычит где-то паскуда вон он малышок стоит я не попал на 200 метров настроена сейчас на 100 поставим баллистика очень важно башку этом раздробил приступаем дальше до стена двойной филочек констракт как мы это уже видели стоп тоже важный момент вот хорошо что я сейчас выстрелил видите справа мигает значок атаки если вы в атаке то появляет не то что в атаке любое повреждение если вы упали со ступеньки там спрыгнули с высоты какой-то небольшой ударились обо что-то на секунд 10-15 появляется сбав атаки в этот момент вы не можете выйти из игры будет считаться нарушением и не можете строить вот поэтому имейте ввиду надо немножко подождать как только исчез значок открываем инвентарь и двойным чучком констракт это ворота да как правило ворота ставится первые опять же page up page down в свободном режиме первый объект всегда ставится в свободном режиме это понятно прилипать не к чему допустим я эти ворота для примера поставлю вот здесь отредактирую немножко по высоте на пробел поставил все ворота если у меня есть замок он стоит 5000 или найти можно то сразу здесь у вас появится а д д что-то там надпись первое слово а д д вы разберетесь поймете только одна такая надпись будет это говорит о том что можно установить замок ладно я покажу чтобы уже сниму хотя блин потом эти ворота ставить короче будет надпись вы увидите не подумайте херни просто реально тут петуши ходят вокруг если я сейчас сниму забор а там не финик стоит еще мочканут меня начнут там его вскрывать колеса спаснимают пускай лучше так что подсосникал часто очень много уже 9 человек на сервере и прибавляется вот будет замок сможете установить пароль это не проблема едем дальше установили мы ворота так как нам нужно допустим нам нужна вот конструкция с окном для того чтобы можно было отстреливаться можно ставить в свободном режиме но опять же вы всю как бы геометрию в поломает если продолжить строить это будет корявый дом будет куча щелей поэтому нам нужно когда-то коллизию до прилипания для этого мы смотрим справа вверху виды прилипания виды короче строительство будем так называть free mode свободное строительство это единичка вот она grid mode это на двойку векторное строительство она прилипает как-то непонятно по каким векторам как по всем направляющим эту я вообще не использую это это для меня неудобно и я не знаю вообще для чего такая может в каком-то виде она и углубленном строительство и удобно применять но двойкой я не пользуюсь нажимаем тройку вот то есть векторное строительство не очень удобно на мой взгляд нажимаем тройку подходим к любому объекту который у нас уже установлен появляются куча стрелочек принципе не надо ни на какую стрелочку наводиться достаточно навестись именно на тот объект которому нужно прилипнуть вот если у вас много объектов вокруг то не очень это удобно то есть не очень будет грамотно навестись на любой другой нажать пробел я выбрал объект нажимаю пробел все значки сейчас пожелтели кто-то летит вот наша стена чтобы к ней прилипнуть какой-то высоте нужно приблизительно поднести к тому краю которому нам нужно если я хочу прилипнуть справа я приблизительно подношу справа вот и здесь уже регулировать не смогу только прилипание если мне нужно слева то я подношу слева если нужно завернуть то она становится вот таким образом здесь нужно использовать q и е но это угол мы меняем вот сейчас еще раз construct троечка пробел появилась и на киеве мы уже вращаем вот все есть контакт да ну давайте поставим можно нажать на шестерку и будет свободный режим можно побегать вокруг постройки и посмотреть как она прилипла видно что угол 90 градусов все хорошо нажимаем пробел все есть окно можно отстреливаться но имейте ввиду деревянные постройки из достаточно хорошего калибра крупнокалиберные точно пробиваются поэтому лучше строить как бы из бетона или хотя бы металла но это все потом опять летит пророк где-то в облаках где-то на большой высоте прошел только слышно было вот с этим разобрались вот такое строительство но есть еще момент другой что у нас здесь есть вот двери да ну давайте используем двери как какую-нибудь стену есть такие моменты как неровная территория если там варки когда мы строим на столбах мы выравниваем сюда фундаменты не получится поставить на неровностях то есть там боговать немножко но на сильных неровностях все равно не получится то здесь с этим проблем нет нажимаем тройку пробел прилипаем к нужной на высоте если нам нужно кстати привыкнуть прилипнуть к верху используем page down page up и page down видите прилип сверху я показываю на примере дверей но это неважно стена или или потолок он прилипает как надо нажимаем пробел сюда тоже можно установить замок если бы он у меня был в инвентаре там адд надпись какая-то до вводим пароль все у нас пин стоит допустим теперь вот здесь щель как мне урониваться я могу вести эту стену прилипанием до самой вот сколько мне радиус базы позволяет дофига но здесь внизу будет щель но здесь из-за системы прилипания все делается тоже достаточно просто просто допустим вот эту я сниму риму да он он подо мной лежит забираю в инвентарь и иду сюда представим что это просто стена они окно это любые объекты так ребята не суть важно нажимаем тройку прилипание один раз пробел пожелтели все строчки стрелочки именно наводимся тот объект который нужно использовать для прилипания видите я опустил приблизительно и он прилип нажал пробел к нижней части то есть можно закрывать дырки все будет ровненько по уровню все будет хорошо и красиво вот таким вот макаром это что касается строительства из дерева еще один момент по поводу выстраивания того же забора или вашей базы если вы начали вести базу вправо допустим от дверей или от ворот то в доводить ее до конца неважно какие вы там будете загогулины делать какая у вас будет база вы должны выйти к левой стороне и прилепиться не нужно начинать делать справа потом ставить стену слева потом опять справа 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 потом вернулись слева слева и в итоге у вас в конце хреново сойдется будет коряво может быть огромная щель или наоборот последняя стена будет очень сильно выступать будет некрасиво все это связано с тем что есть определенное наложение если здесь идет допустим если вы начали с правой стороны внутреннее наложение то закончить вы можете с внешним наложением на торец стены это очень сильно здесь учитывается и связано то же самое с перекрытиями с потолками имейте ввиду вот с этим разобрались а теперь зайдем напоследок наверх закрываем пусть там то стоит уже начинается меркаться скорый рестарт поднимемся наверх напоминаю ребята идет набор в клан хотите со мной играть нужно игра чтобы была куплена в стиме дополнение апекс субкарта то но я был дополнение марксман их их оликоптер приветствуется это вам легче будет зарабатывать использовать оружие вертолеты которые здесь как бы идут дополнительно но это не обязательно главное дополнение апекс кстати по лестницам понятно вот это все устанавливается прилипанием делать какие-то лестницы по которым надо люк открывать и вертикальные по ним лазить это очень гемордно ребята не рекомендую много врат тратит время и при этом вы не сможете управлять своим персонажем только лезть вверх или вниз пока вы когда вы бегаете по вот таким лестницам связанные перекрытиями то вы как бы в свободном режиме вам хорошо и вы можете воевать и стрелять и все это очень быстро делается поднимаемся на самый верх вот здесь у меня бетон объясняю в самом низу у меня все по бетону сделано потому что еще как бы у меня нет столько запчастей бетонных и в самом верху те части которые можно взорвать тоже из бетона здесь мне вертолет все это будет естественно увеличиваться вся площадка и закрываться косыми стенами все это будет красиво почему именно здесь в бетоне все делаю потому что из дерева не рекомендую еще и с армии 2 был бак при посадке вертолетов или взлете может багануть можете взорваться этот бак и в армии 3 тоже перенесен редкий бак но бывает поэтому лучше делать вот это все дело из бетона или металла лучше из бетона вот если кто-то сядет наверх захочет меня зарядить ему придется столкнуться с бетоном это серьезнее тяжело сверху сядет на вот этот вот вход тоже из бетона это серьезней подойти к боковым стенкам где у меня дерево у него не получится то есть можно пока делать из дерева то же самое внизу по кругу все из бетона чтобы было сложно подорвать в верхние этажи идут из дерева но в со временем все облепиться тоже бетоном но тем не менее для ли для рейда я на данный момент защищен как будто я весь в бетоне потому что на высоте подрывать ну можно как-то технику подогнать а потом вылазить как короче это до хера геморроя вот в этом плане так вот здесь вот уже вертолет у меня стоит если что-то надо сел полетел сделал свои дела повернулся обратно как-то так в общем если есть вопросы ребята по строительству я мог что-то упустить я как бы не выспаны с ночной смены немножко подтупливаю за это извиняйте ребята поэтому смотрите сами я может что-то упустил конкретно по дереву по металлу и бетону будет отдельные видео сниматься если что-то хотите еще узнать спрашивайте пишите в комментариях задавайте вопросы для добавления в клан напоминаю ссылочка в диску блин вот это меня рубит в описании под видео мой дискорд заходите ищите константин там корона рядом дискорд мой вот и в личку пишите или во флот возраст 20 плюс 25 плюс желательно чем старше тем лучше вот сами и вам самим лучше будет если будут все взрослые понятное дело так что буду заканчивать все еще раз всем спасибо ребята на ваше внимание за ваши лайки подписывайтесь пока пока